Помочь с трудоустройством жителям сельской глубинки в рамках единой информационной недели службы занятости, которая проходит сейчас в Волгоградской области, в отдаленных территориях работают так называемые мобильные офисы. 13 спецмашин ездят по деревням и хуторам с целью помочь местным жителям найти работу. Из Дубовского района наш следующий материал. Устроиться на работу в сельской глубинке совсем не то, что в большом городе или даже районном центре. Порой не то, что сложно, а просто некуда. Для того и приезжают в отдаленные села вот такие мобильные центры занятости. Это целый офис на колесах. Здесь и компьютеры с базами данных, и грамотные специалисты. Например, жители Дубовского района охотно ездят в так называемые вахтовки на север, а также на стройки Краснодарского края. На сегодняшний день на учете в районном центре занятости числятся 220 человек. Большинство из них в подобном статусе пребывает не так уж и долго. Рабочие руки нужны всегда. Например, местный санаторий регулярно пополняет ряды своих сотрудников, желающими поучаствовать во временных общественных работах. Мы занимаемся благоустройством территории, озеленением, строительными работами, береговыкрепительными. У нас есть пляж, там все делаем. Всех людей, которые специалисты нам надо, мы даем заявку в центре занятости, они нам посылают, мы проводим беседы. Если нам человек подходит, мы его берем. В санаторий, открывшееся недавно рыбное производство, а также завод по выпуску стройматериалов. Пожалуй, эти предприятия можно назвать самыми крупными работодателями Дубовского района. Также отмечают специалисты, здесь пользуются спросом и федеральная программа по выделению субсидий на открытие собственного дела. В прошлом году 34 человека стали частными предпринимателями. В качестве стартового капитала государство выделило им по 58 тысяч рублей. Разные виды деятельности. У нас и грибами, выращиванием грибов, и авторемонт, и торговля запчастями для иномарок, и гостиничный бизнес. Потому что у нас Дубовка стоит на трассе, и многие занимаются привлечением проезжающих. Татьяна Орькова, пришедшая на консультацию в мобильный центр занятости, частным предпринимательством не интересуется. Но возможность подзаработать есть и для нее, на благоустройстве родного города. Я, наверное, пять не работала. Совхоз развалился, распался совхоз. И решили проработать? Да. Ну, надо работать. Была живая мать, она как-то поддерживала меня. А матери не стало, я стала, на биржу стала. Такие мобильные центры занятости работают в эти дни в отдаленных селах Лугоградской области. Для жителей глубинки организованы также телефонные горячие линии, встречи с потенциальными работодателями и консультации специалистов. Елена Лыкова, Елена Мурмилова, Андрей Стомин. Телекомпания «Ахтубы» из Дубовского района.